здравствуйте друзья доброе утро хотел поделиться наблюдением наблюдение такое что я натыкаюсь периодически в сети в комментариях в отзывах там откликах в разных социальных сетях на интересный тезис вот который я хотел с вами обкашлить люди говорят казалось бы странную такую вещь но но думаешь наверное но что-то неправильное с человеком но вот они говорят какой смысл говорят они там выходить в школу университет там я не знаю курсы ну ну вот учебное заведение если в сегодняшнем мире абсолютно все есть в интернете совершенно бесплатно там и так далее значит я просто почему натыкаюсь на это дело потому что наша школа вот по тестированию программного обеспечения постоянно является объектом вот рассуждений на тему это жулики они берут деньги за то что есть в интернете бесплатно вот значит и с одной стороны конечно это отражает сказать степень развития интеллекта людей ну то есть как ну ну да вот но они не знали они они как бы не догадывались может быть на этом я тут недавно почитал отзыв девочку у нас училась пакистанка 1 и она значит пишет что она сначала пришла в школу и была в шутком эксайтменте и все такое а потом до нее дошло до нее дошло взрослый человек 30 лет бабе с высшим образованием до нее дошло что то что в школе изучают это собственно все можно найти в интернете бесплатно и и вот до нее дать и у него конечно настроение сразу упало вот у нее упало настроение она правда доучилась она получилась на самом деле если бы она сказала бы я тогда тогда я не буду здесь дальше доучиваться она бы сохранила свои деньги но она научилась она пошла на практику значит дальше она недовольна была практикой тоже потому что говорит но я там не оставили на работу варке она написала так что вообще только русских нанимают всех остальных дискриминируют и в общем какой интересный мест конечно там много странного конкретно в этой девушке но я сейчас вот не о ней а о том что масса народу во всяком случае это не единично рассуждают на тему о том что вот тоже самое можно получить в в онлайне и я вот помню какой-то там человек мы с ним так приватно беседовали он представляешь вот лекции в стенфордский университет вывешиваются на сайте стенфордского университета и там я не знаю там насколько много разного но но очень много всего а на сайте гугла ребята у них есть вот так там на ю тубе канал и там столько видео там технических там по любым вопросам это то что чем книжки не прочтешь действительно приходят люди специалисты эксперты они что-то рассказывают из практики из живой жизни это вообще в книжках нету вот а в интернете есть поэтому я начал думать немножко на тему о том что если мы возьмем человека который в состоянии на самом деле проблема то в том вот как человек который учит людей в аудитории я в классной комнате да я могу сказать что из тех кто пришел в классную комнату и деньги заплатил таких кто скажем в состоянии научиться когда их учат с тем чтобы там домашние задания делать во время урок там не текст месседжи свои проверять дурацкие а участвовать там и так далее так далее тоже еще нет не так много народу научиться может быть вот это отдельная история кроме того что есть люди как бы у них талант академический вот он сидит в классе и и хорошо усваивает а есть люди у них талант практический они в классе сидят и у них мимо ушей проходит но когда они работать начинают они мгновенно схватывают и зачастую очень быстро обходят тех кто академически усваивает это очень интересные вещи все но я к чему говорю что чё там книжку читал википедию читал там не знаю видео смотрел молодец но даже в условиях обучения в классе я хочу сказать что крайне некрайне но не так много людей которых выучить в классе то можно это мы же еще отсеиваем мой мы треть на входе отсеевы иди научи поэтому я думаю что так люди которые в состоянии действительно взять там по книжкам разобраться пойти работу найти и так далее но если из тысячи будет там три человека уже хорошо из этой тысячи может быть 250 а может быть даже и 500 можно было бы научить в классной комнате и тогда в классе в учебном заведении там практика интерншипы и так далее может быть даже 1500 уже действительно дошли бы до получения работы в этом в этом разница между тем что самому учиться или там где-то учиться но есть некоторые вещи которые нельзя получить по видео нельзя получить по книжке и нельзя получить там читая википедию как некоторые думают и тогда я просто вечерком вчера думал ну вот я какое-то рациональное зерно пытаюсь найти каждый раз когда какую-то мысль слышу даже абсурдную понимаете даже за любым абсурдом абс абсолютным давайте мы как люди живые мы когда слышим какой-то абсурд мы норовим выкинуть это все и дальше не смотреть в эту сторону это это как бы понятно но на самом деле если вы начнете вникать то за всяким абсурдом есть какое-то зерно которое можно оттуда вычленить да и и вот дальше может быть с ним как-то поработать вот я стал думать но хорошо все-таки что там есть такое значит что есть в обучении в классе по сравнению с обучением вот там еще где-то и еще на днях тут в комментариях у меня с девушкой переписка возникла она где там уже закончила несколько там образований получила там степеней там бакалавра там мастера я не знаю чего в западных университетах она говорит зачем там чего-то когда можно американский диплом получить вот там прямо там на курсе рядом вот такого плана американского университета и так далее я хочу сказать что все-таки вот у нас например процесс то что называется hands-on то есть конечно мы можем поговорить о том как пишется тест кейс есть книжки о том как пишется тест кейсы есть публикации о том как пишется тест кейс я однажды ну достаточно много лет назад там не помню 5 6 7 делал видео на английском языке я делал видео о том как пишется тест кейс и ну как я чекаю так сказать серьезно я готовлюсь пошел посмотрел туда посмотрел сюда делал поиск на интернете нашел статью но ведущего специалист по этим делам очень интересный дядька и он там я боюсь сказать страниц 15 страниц 15 у него там значит рассуждение о том что такое тест кейс не как писать а что такое тест кейс и я 15 страниц прочитал я думаю вот что значит человек в университете работает он в университете преподает во флориде он так и не сказал что это он обсудил и рассудил и так ничем и не закончил я даю фигня какая и уже мне пришлось как-то это все значит ну сделать инструментальным так вот я что хочу сказать что все-таки есть очень много информации о том как пишется тест кейсы но одно дело есть где-то информация а другое дело ты сел написал и тебе сказали так правильно так неправильно здесь неправильно исправить вот так исправить вот так почему неправильно целая теория идет я я хочу сказать что это не один цикл вот чек написал ты ему показал и и дальше выясняется что он там в следующий раз правильно сделал нет это многократный такой процесс по цепочке ты ходишь и уже например даже вот такая ерунда как там баг репорт написать уже проще то ничего не бывает чем написать баг репорт есть люди которые родились просто вот такие ну природные такие написатели баг репортов такими дотошные аккуратные систематические структурирование так он пишет этот баг репорт этом да а так в основном то нет в основном то нет вот они напишут этот баг репорт и ты думаешь но как же вот после того что я рассказал и написал и вроде все участвовали как же он мог вот это сделать и это девять из десяти это не один это девять из десяти и это такой процесс вроде бы он ерунда ерундой она ходит по кругу то есть лабораторки лабораторная работа они никак не выносится вот так вот просмотр видео или чтение книжки ты можешь взять курс онлайн например и там в онлайне будет кто-то сзади там стоять преподаватель который будет анализировать твои домашние задания это можно это 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 куда ни шло но вот когда в классе когда обратная связь и вот это все крутится и следующий момент я даже не говорю про практику в компаниях там это бог с ним это это тоже понятно что там происходит но есть еще проекты вот ты учишь теорию ты читаешь там книжки молодец дальше начинается вопрос все-таки надо в проекте поучаствовать безусловно какое-то количество людей в состоянии таких более активных шустреньких состоянии найти какой-нибудь проектом open source или там может быть знакомые там ему где-то вала на волонтерских началах там подсуропить это бывает но есть понятие учебный проект вот перед тем как ты попал на интерншип перед тем как ты ну вышел как бы в свет значит ты делаешь учебные проекты и и с тобой работают люди которые много лет в индустрии много десятками там я уж там про себя не говорю но у нас там жанна там с 96 года 20 лет знаете и вот эти люди которые прошли весь путь там доки и директоров и там меньше от начинающих на выпускников портнов компьютер скул там 96 и эти люди с тобой разбирают поэтому мы можем там упереться в другое мы можем сказать что допустим если препод плохой так я лучше книжку буду читать уже так и только время потеряю все равно ничему не научусь может быть я не знаю есть такие люди что у них им любой препод плохой а есть такие что им какой не препод а все научились я таких тоже знаю поэтому пытался найти здравое зерно чтобы объяснить все таки что то что то все таки есть в том что люди ходят в склад я не говорю о том что ты знакомишься с людьми и это становится твоим как бы нетворком первого уровня и так далее это то за что люди платят за хороший университет кстати да там стэнфорд беркли то есть они там входят в круг и этот круг потом их тащит за собой дальше это отдельная история но с точки зрения вот познания опознания все таки мы говорим о познании который ведет к найму ну я даже не знаю 8 я пытался для себя понять мы то чего делаем мы мы-то вот к мы чем мы отличаемся от того что можно видео посмотреть или книжку почитать все-таки мы как но делаем с ними проекты проект идут в резюме больше того мы когда делаем проекты мы отрабатываем разговор мы говорим расскажи о проекте расскажи о компании который это разработала как ты делал это и как ты делал то и а вот ты пишешь там делал там regression тестинг а как ты его делал расскажи как среди людей которые реально что-то делали процент людей которые могут что-то рассказать невысок как ни странно и вот когда ты идешь на интервью ты должен как-то себя проявить и не обязательно получается хорошо себя проявить а вроде чек вот не работал рассказал лучше чем тот который работал тут солнышко у нас в пограничном состоянии но мы отдельно потом поболтаем у меня сейчас много впечатлений потому что я тренирую кристину нашу удаленную работницу там она в москве сидит географически и она мне сейчас помогает в онлайн новом классе с ребятами проводить подготовку к интервью то что я один не справлюсь там их много вот и ну и соответственно я вот с ними работаю с кристиной и с ними и мы так вместе у меня тоже очень много впечатлений интересных я с вами потом поделюсь вот ну а так приехал я в офис мне тут уже звонили наверное ждут меня 11 часов 3 минуты скорее всего на 11 там appointment назначен поэтому я с вами прощаюсь и убегаю